Тот план, который ты предложила, он неудачный. Я же не продаю продукт за несколько тысяч долларов, полторы тысячи гримм. Вика, это не купит никто. Ты уже не в тренде, в тренде сейчас другие люди. Я тебя слушаю и сейчас понимаю вот уровень абсурдности этой идеи. Нет на рынке еще такого продукта. У этого проекта вот в том формате, как ты думаешь, у него нету перспектив, чтобы стать бизнесом. Миссию через воронку продаж, не продаж. Ну мы будем наблюдать за тем, как тонет титань. Умри или купи. Ты достойна того, чтобы зарабатывать деньги. Это в формате бизнеса полная утопия. Тебя можно слепить и сделать из тебя потрясающий бренд. Но я хочу, чтобы ты это осознала. Мы не будем это пробовать, прости, мы не будем в этом участвовать. Ты можешь это пробовать без нас. Поэтому мы будем драться за тебя. Привет, друзья! У нас сегодня с вами не запланированный несколько выпусков. Ну точнее у вас он запланированный, а у нас нет. Потому что мы с Сергеем обсуждаем естественно наших участников и сейчас нам очень не нравится, что те участники, которые у нас уже были, во многом нас не слушали. И мы находились, ну знаете, как бы в такой ситуации, когда мы делаем то, в чем понимаем, что результата достойного однозначно не будет. И мы решили, что больше так быть не должно. И сегодня мы попросили приехать к нам Вику не для того, чтобы знакомиться с командой, не для того, чтобы снимать с ней очередной выпуск, а для того, чтобы серьезно с ней поговорить и обсудить, собственно, ту идею, с которой она к нам пришла, потому что мы поняли, что не готовы продолжать с ней работать в контексте именно этой бизнес-идеи. Мы сегодня будем говорить об инфобизнесе, мы сегодня будем говорить о том, что не работает в инфобизнесе и почему нам вообще нагло врут о том, что инфобизнес – это легко. Поэтому давайте дождемся. Верния, Вера, 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 Вера. Верния, Вера, Вера. У нас сегодня не запланированная встреча. С духом авантюризма. Да, с духом авантюризма, потому что мы о тебе думали, говорили, переваривали и решили, что до того момента, когда мы будем что-то делать дальше, мы хотим с тобой поговорить, чтобы все точно понимать, чем мы будем заниматься, что-то будет происходить. Мы, в принципе, уже команду тебе даже подобрали, но сегодня мы не делаем встречу с командой, потому что до встречи с командой мы должны решить, куда двигаться дальше. Потому что мы считаем, что тот план, который ты предложила, он неудачный. Если у нас неудачный план, значит, мы запланировали неудачу. Мы не хотим участвовать в неудачном походе, мы хотим, чтобы было у нас, ну, то, что мы делаем, чтобы у нас получилось. Потому что мы уже видим, что такая есть тенденция, что, когда к нам приходят участники, и они о чем-то просят, мы шли мы их немного на поводу зачастую. И, ну, как бы мы знали заранее результат, но мы говорили, ладно, если ты хочешь получить опыт, получи этот опыт. В данном случае мы подумали, что мы не хотим больше, чтобы наши участники получали плохой опыт, а мы хотим, чтобы они получали хороший опыт. Потому что плохой опыт вы получите и без нас легко. Ну, это знаешь, как спортсменке, чтобы тебе было понятно, когда тебе приходит талантливая гимнастка, да, например, вот. И у нее есть программа, и она говорит, я хочу выступать с этой программой, она мне очень нравится, тренируйте меня. А ты смотришь на ее программу и понимаешь, что ей не надо выступать с этой программой по ряду причин. И здесь есть вопрос, либо твоя задача ее переубедить и сделать ей другую программу, либо есть ли смысл стоять рядом с этим и, ну, тренировать с ней то, что, с чем ты не видишь никакого пути, мало того, ты еще прекрасно понимаешь, что имя тренера всегда стоит рядом с гимнасткой. Вот, поэтому мы, как бы, у меня, я понимаю, что ты очень сложный персонаж в нашей жизни, потому что ты спортсменка, потому что ты достигатор, потому что ты ставишь цели, потому что ты не привыкла отступать. Ты мне очень симпатична, и мне очень не хочется, ну, как бы, знаешь, опять-таки, находиться рядом и помогать тебе делать то, что, ну, мы не сможем. Что мы не верим, и мы не верим не только как люди в это уже подумавшие, мы не верим в это как предприниматели. Потому что, понимаешь, как бы ситуация, я немножко просто расскажу, сейчас ситуация в бизнесе, вообще на рынке бизнеса, она такая очень интересная. В каком плане? На самом деле мы общаемся с огромным количеством разных людей, и наверняка ты тоже, и есть такая история, которую люди показывают. У нас все хорошо, мы очень прибыльные, классные, а есть то, что на самом деле. Когда начинаешь копать, и почти нигде ни у кого нет денег, каждый себя называет и говорит, я владелец такого-то бизнеса, я думаю, многие люди сейчас тебя узнают, но за этим владельцем пустота. Этот владелец не может позволить себе очень многих вещей, да, скорее всего, он может себе очень мало позволить. Но люди говорят, я сильный, я верю в себя и так далее. И существует вторая история, на которой активно зарабатываются деньги, а зарабатываются потому, что людям приятно это покупать и в это верить. Продается такая иллюзия, что построить бизнес – это легко, есть раз, два, три шага. И одна из таких самых популярных сейчас моделей продажи, она офигенная, это формат онлайн-школ. Их преподносит сейчас, там, акселераторы, дегенераторы, кто угодно, как очень легкую модель. Ну, в нее очень сильно хочется верить, потому что дается технология, как бы, при которой все очень понятно. Ты настроил 24 воронки, или одну, или 10, неважно. Вот есть план. Даже начинается все со слов, ну, кто-то говорит прилично, подумай, у чего у тебя есть экспертиза, а кто-то говорит неприлично даже. Придумай, придумай, ты сможешь это упаковать и продать. И как бы это очень офигенно звучит, ну, просто замечательно. И в это очень хочется верить, потому что нам всегда хочется каких-то таких путей. Особенно, когда ты думаешь, ну, я же не придумал, у меня же действительно в чем-то есть экспертиза. Но понимаешь, потом начинается реальность. Мы в этой реальности работаем, мы работали и с людьми, мы сами занимаемся этими вещами. И мы понимаем, что на самом деле все совершенно иначе. И все это заканчивается достаточно быстро у людей, когда они покупают какую-то систему, все по ней расписывают, разделывают. Вот бизнес, он как бы делится на две составляющие. Первая составляющая – это наша подготовительная часть. Когда мы придумываем, снимаем, тратим деньги, расписываем на бумажках, теория. Очень классно. И есть вторая часть, когда нужно эти деньги доставать, когда начинаются продажи. И когда ты сидишь и не понимаешь, ты же так классно все написал, придумал, это логично, это клево, но ты не можешь ничего с этим поделать. И начинается такая, знаешь, сражение, усиленная боль. А с одной стороны, очень стремно признаться в том, что ты что-то делаешь не то. Ты думаешь, да я слаба. Да нет. Я отклилась Сергею раз 20, наверное, если не больше, и он, кстати, тоже, когда мы запускали пинг-бар, что мы не сдадимся. Что мы вообще не сдадимся. Что мы сейчас, вот мы добьем. Это классный проект. У нас классная команда. У нас классный продукт. Мы не сдадимся. Мы еще один магазин откроем. Мы продержимся. Мы еще отсюда деньги впустим. И вот знаешь, у нас было таких нескольких всплесков очень сильно. Когда я говорила, прости, мне так стыдно за мою слабость, что я говорила, что я не могу больше тратить на это силы и энергию. У меня нет на это силы и энергии, да, чтобы идти дальше. Но потом, в какой-то момент, когда мы все-таки сели и нормально поговорили, и приняли решение, что нам нужно проститься с этим проектом, потому что он не такой, как мы себе его представляли. И потому что пора это сделать. Я не вижу сейчас реальной возможности сделать этот проект успешным. И по нему вопросов гораздо больше. Ну смотри, я хочу пройтись по списку. Во-первых, я хочу пройтись сначала по списку возражений. Потом мы пройдемся по списку тех болей, которые ты написала, и которые ты считаешь, что они как бы... Потому что для того, чтобы что-то люди купили, они должны решить какую-то свою проблему, да. И ты эти проблемы написала, которые ты решаешь. Ты взялась делать продукт для детей, то есть для мам с детьми, с девочками. А? С гимнастками. Но дело в том, что ты пока сама не мама. И ты не тренер. Так как ты не мама, ты немножко не понимаешь мотивации мам, которые у них существуют. А у мамы... Смотри, какая мотивация. У мамы мотивация не заниматься с ребенком. Ну, мамы устают от детей. У мамы мотивация кому-то ребенка отдать, чтобы с ним кто-то позанимался. Чтобы его кто-то научил, позанимался с ним. Переложить ответственность. Да, переложить на кого-то. А самой в это время заняться своими делами. Поверь, мамы от детей очень сильно устают. Потом, смотри, есть мама, которой для ребенка авторитет в чем-то. Но она не является для ребенка авторитетом в гимнастике вообще. И ребенку для того, чтобы заниматься, чтобы он кого-то слушал, ну, там, не важно, гимнастика, английском языку, музыки, ему нужен преподаватель по этому предмету. Он будет авторитетом. Вот. Мама не научит. Ну, как правило, мамой, даже если мама умеет, там, что-то делать, она не учит сама, она отдает какому-то учителю, потому что это разное. Ребенок не слушает. Это отношение родителя и ребенка, и отношение учителя и ребенка, это вообще разные отношения. Нужны разные люди для этого. Вот. Это мы тебе то, что прям выписали. Потом, когда ребенок идет в секцию, он получает там общение, он там получает коллектив и дух соревновательности. У него из-за этого появляется мотивация заниматься. Когда он дома сам, там, с мамой, ребенка не заставишь долго заниматься, это все быстро сольется, ребенка, ну, ребенок вообще не понимает. Если еще у взрослого человека может быть какой-то там мотивация, да, он понимает, зачем он это делает, ребенок вообще не понимает, зачем он это делает, если он там занимается дома. В секции есть подруги, которые вот являются еще там, когда вот в секцию ребенок ходит, у нее там есть подруги, которые старшие, которые для нее есть авторитетом. Ты для них уже немножко, ну, даже вот ты для девочек, да, для каких-то маленьких, ты для них не будешь являться большим авторитетом, прости, потому что ты для них старая. Ну, да, это так, как это не смешно звучит, потому что ты уже пять лет не занимаешься, ты уже не в тренде, в тренде сейчас другие люди, вот, ты уже для них все, вот. В тренде это те подруги, которые сейчас выступают, они их видят, они вот, и они их слушают, и эти старшие подруги им тоже все время, ну, преподают что-то. Помимо тренера там, ты же знаешь, в зале, да, тренируются рядом и маленькие девочки, и взрослые, и взрослые маленьким помогают, и они на них равняются. Затем еще, знаешь, какой большой минус тебе? Есть. Несмотря на то, что ты вот очень успешная гимнастка, ты все-таки не тренер. Ты никогда не была тренером. И у тебя нет в этом, ну, ты по образованию не тренер, да? Тренер. А, тренер. А, это еще, это уже хорошо. Ты институт физкультуры закончила, да? Заканчиваю. А, заканчиваешь. Ну, это как бы плюс, но минус то, что у тебя нету кейсов в тренерстве. То есть, да? Именно поэтому всю методологию, все собираю я профессионалов, которые все это делают. Я ни в коем случае не говорю, дети, не ходите на тренировки, не общайтесь с гимнастками, не слушайте гимнасток постарше, их исправление ошибок. Это все должно быть. Просто, если бы в оффлайн-школах был ряд того, что нужно, ну, нужно детям, нужен диетолог, нужен психолог, нужно, чтобы ребенок, приезжав на соревнования, понимал, что он действительно очень красиво накрашен, у него классная прическа, макияж, это придает уверенности в себе. У меня был тоже такой опыт, когда я приезжала на соревнования, уже международное, я смотрела, у меня какой-то, ну, абсолютно левый макияж, и я сразу вот так вот ныкалась, ну, я не знала, где поучиться. Понимаешь, сейчас, Вик, прости, вот сейчас просто вот эти вещи, которые ты говоришь, они с реальностью имеют очень мало общего, то есть они правильные, но, например, сейчас, когда мы приходим, работают профессиональные визажисты, их вызывают, мы платим там 400, 500, 600 и так далее гривен, и как бы их красят. Девочки постарше, у меня есть девочки, оказывается, с одной мамой я встретила, с которой в группе Гавана, я когда-то была, еще она была до меня, в нулевом составе, у нее сейчас дочка-гимнастка, если я не ошибаюсь, или 15, или 16 лет, мы встретились с ней в Польше, я посмотрела, какую она с собой тумбочку вывезла, вот, она очень обеспеченная мама, как бы у них нету финансовых проблем, и очень красивая гимнастка, она ее очень красиво красила, она говорит, я пошла на курсы визажистов, я с ней все время везде езжу, и мне это нравится. То есть есть вот эти моменты, когда мамы находят, каким образом это решить. Часть мам, это как никогда не трогала большую, так никогда и не тронет, потому что они, ну у них нету денег, выездные гимнастки, это как бы очень маленький процент, в большом каком-то соотношении, плюс есть тренеры во многих школах, которые красят сами. Нас, например, изначально выпускали тренеры. Изначально, да. Момент, Викулик, момент в том, что ты говоришь, он очень правильный, но для того, чтобы это продавать в массовом формате, зарабатывать на этом деньги, этого очень мало. Вот в чем момент. Плюс гимнастки, которые не маленькие, там дома тренируются, у них даже нету времени что-то посмотреть. Вот у нас Алиса заканчивает школу, я ее забираю, раньше ее няня забирает со школы, потому что тренировки часто, вот сегодня у нее до трех часов занятия, а тренировка в час. Поэтому она как бы уходит к доктору. И везет ее в зал. Из зала она ее забирает там в шесть, иногда в семь часов вечера. Ей еще когда-то нужно делать домашние задания, это у нее первый класс. Значит, там с семи до восьми они кое-как с няней успевают делать домашние задания, и вечером я просто вижу своего ребенка с глазами вот такими, который там или мультик хочет посмотреть, или поболтать с подружкой, потому что он уже не в состоянии делать что-то другое. И чем старше девочки, а хорошие гимнастки, давай теперь так, у кого у родителей есть деньги, это частные школы, это другое еще образование, я не знаю, как они пока там не вешаются. И момент того, что особо некогда этим образовываться, да и не очень им хочется. Их настолько достает. В прошлый раз ты сама рассказывала, что тебе даже в школу никогда было ходить. Это в сборной, да. А я сейчас говорю про подготовку к сборной, потому что до сборной дети не доходят. Травмы, отбивается желание, уверенность в себе. Смотри, ты очень классно все говоришь, но о коммерческом продукте, Вика, мы не сможем это продать, мы хотим тебе это донести. Если у тебя есть вот эта потребность, ну вот потребность человеческая, вижу, что у тебя есть, горят в этом глаза, то... Этого просто нет в Украине. Никто это вообще не пытается даже делать. Если бы был формат другой, не онлайн-школа, если бы это было возможно, окей. Или это кто-то бы делал. Я думаю, что твоя... Я тебя вижу, например, если говорить вот именно о гимнастике, то лучше я бы работала, по крайней мере, свою энергию бы направила на то, чтобы создать оффлайн-школу, найти инвесторов, найти этот подход. Вот это классно. Я бы к тебе в школу, с тем, как ты говоришь, я бы к тебе отвела своего ребенка, чтобы ты его тренировала. Вот это совершенно другая история. Я бы своего тренера обнимала и облизывала бы тебя, потому что иногда мы... Мы не судим тренеров, потому что, ты же знаешь, везде есть как бы то, чего мы не видим. Но иногда, когда мы видим какую-то фотографию, когда тренер выкладывает гимнастку и пишет, я тобой горжусь, моя девочка, и мы будем с тобой в следующем сезоне рвать, конечно, мы как мамы рыдаем, потому что только что наш тренер там по жопе треснул, когда она вышла с ковра, у нее что-то не получилось. Вот подход мне твой очень симпатичен, но это не онлайн тема для заработка денег, для массовых потоков, понимаешь? Мы не понимаем, как это превратить в бизнес. Ты же к нам пришла как с бизнесом, поэтому нести это, образовывать, делать свои видео, набивать базу, YouTube, эти мысли набивать, это супер. и потом что-то с этим думать делать. Но сейчас вот этой стадии, то, что ты собираешь всех этих замечательных людей в онлайне и будешь это пытаться как-то это продать, ты сломаешься потом в процессе, потому что тебе нужны будут деньги, это же деньги, понимаешь? Тебе их откуда-то надо брать. Давай вернемся еще теперь к тому, что ты нам прислала, да? Вот есть красивая схема, я вот ее сейчас открыл, покажи. Красивая очень схема онлайн-школа художественной гимнастики Виктории Шинкаренко. Здесь схема твоей воронки, да? Вот эта воронка. Real Time Board? Да, да. Вот. Она очень красиво нарисована. Вот. Очень красиво нарисовано. И здесь расписаны у тебя такие штуки, как целевая аудитория и более этой целевой аудитории, да? Вот. И сразу вопросы огромные. Вопросы, во-первых, родители девочек от 4 до 16 лет. Это вообще в общем школе, но если мы говорим о продукте продвинутых, то это скорее 10-16. Да, потому что, ну, ты же понимаешь, что это вообще, ну, это вообще разные целевые. Это разные, это разные вебинары. Абсолютно, да? Это разные, абсолютно. Вот. Затем, ну, затем вот топ-5 более целевой аудитории ты пишешь, тут даже 9 написано. Тренер уделяет мало внимания ребенку. Но, понимаешь, если тренер уделяет мало внимания ребенку, тренер, кому мало уделяет внимания? Каким детям тренер мало уделяет внимания? Тем детям, которые отстающие. Да. Они почему отстающие? Потому что им не нравится. Им не нравится заниматься. Можно я как мать скажу? Я нахожусь в окружении мам. Вот я просто, у меня мамы разных возрастов, девочки до 16 лет. И 16 мало, в основном там 2010-й, 2009-й, 2008-й. И, конечно, когда мы сидим на выступлениях, и какие-то девочки выступают лучше, хотя у нас очень неплохая школа, ты правильно сказала, мы начинаем обсуждать, почему. Каждая мама говорит приблизительно следующее. Вот классную же постановку сделала, но не доработала с ней, но не дотянула с ней. Дальше, значит, вот это все обсуждают, что да, вот могли бы уделить больше времени, но когда же больше времени, все это перетерли. Затем начинается следующий разговор, что, может быть, надо другого тренера, ну вот в другую школу, мы начинаем обсуждать. Так там то же самое. Мы начинаем обсуждать тренеров. Я вообще не из темы немножко, то есть я не знаю, они почему-то знают всех тренеров, все школы. Я в процессе просто нахожусь, сижу рядом. И говорю, ну естественно, думаю, ну может у нас реально плохой тренер, ну вдруг есть лучше, как-то по-другому. И вот они начинают. Вот эта школа там, вот эта школа там. И вот начинает все это обсуждаться, и оказывается, что та девочка ушла из нашей школы, у нее стали результаты лучше, а остальные три ушли, у них стали результаты хуже. И вот когда мы это все обмываем, 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 я говорю, слушай, ну у тебя же классная девочка, у тебя же постарше, мне все время кажется, у нас еще есть время подумать, а у них вот постарше, почему ты не поменяешь? Она говорит, ну ты знаешь, нет, ну она все-таки хороший тренер, все-таки пусть она и занимается. И вот каждый раз, вот эта потребность, то, что ты говоришь, каждая мама действительно недовольна. Она считает, что тренер уделяет недостаточное внимание, но когда малая стоит на пьедестале, все обожают тренера, когда малая стоит не на пьедестале, все тоже любят тренера, потому что понимает, сколько это работает. Но дальше разговором, или в крайних случаях, когда происходят какие-то конфликты, я не знаю, какого именно рода, и ребенок уходит в другую школу, действительно, ничего больше не происходит. А нет на рынке еще такого продукта, что можно было дополнительно обратить внимание? Неужели ты считаешь, что человек пойдет в онлайн, увидит, что, о, я пройду тренинг? Ну не будет этого никогда в жизни. Ты же эту боль не решишь. Ну, тренер уделяет мало внимания ребенку. Тут вопрос кардинальный, именно смены тренера. Если уделяет мало внимания исправлению ошибок, мы исправляем ошибки по видео, и есть видео уроки, где мы вот такие вот прям базовые ошибки, после которых нельзя идти дальше, пока ты их не исправил, исправляем. Нет, ну, есть один тренер. Вот, понимаешь, ребенок не может заниматься у него тренера. Мама не хочет исправлять ошибки. У мамы стоит один вопрос. Я хочу найти такого тренера, который будет нормально тренировать ребенка. Вот поверь мне, вот я сейчас даже вот глубоко стала копать, да, вот представила себе такую ситуацию, что вот она как-то не делает так, я с ней дома потренирую. Да нет. Ну, на крайняк... Не вы, она сама, вы же сами говорите, дети уже подкованные с шести лет, они уже сами могут посмотреть ошибку и понять. Вика, никогда. Знаешь, что она сделает? Вот что происходит в лучших случаях и традициях? Это учат старшие. Когда она начинает что-то делать, подходит девочка постарше, вот это у них очень практикуется. И она и показывает, и на своем языке объясняет, как это сделать. Потому что малая делает то же самое с другими девочками. То есть, ну, они говорят, да, там как-то что-то. И у них начинает получаться. Вот никогда в жизни я не видела, чтобы они искали или думали в интернете посмотреть... Очень зря. Есть девочки, которые были вообще неталантливые, только из-за того, что их мамы были тренеры, и они их дожимали, они становились бронзовыми олимпийскими... Да, сколько таких девочек? Ну, потому что мам-тренеров не так уж и много. Да, понимаешь, сколько ты готова искать мам-тренеров и продать им 4 продукта, и сделать 4... Нет, я не говорю, что у них будет уровень такой, как у мам-тренеров, но у них будет у ребенка выше результат. Вот они будут тренироваться в одной школе, ребенок, который не получает дополнительную помощь от нашей онлайн-школы, и ребенок, который получает. И у ребенка, который получает, по-любому будет результат выше. Хотя, слушаю, сейчас понимаю, вот уровень абсурдности этой идеи. В формате бизнеса, в формате человеческом, я тебя очень хорошо понимаю, в формате бизнеса это утопия полная. Мы можем с тобой, конечно, сейчас там, ты скажешь, я докажу, я покажу, но я хочу, чтобы ты это осознала. Это в формате бизнеса полная утопия. Мы пытаемся продать айфон, у которого память 2 гигабайта, но он удобнее в руках держится, у него зеленая кнопочка, и с ним что-то... Ну, то есть ты понимаешь, что нам для того, чтобы найти ЦА, и потом доказать, убедить, сразиться... В последние годы продают за несколько тысяч долларов, полторы тысячи гриммин. Это купить форму, я не знаю, пару предметов для художника. Вот именно. И поменять действительно что-то вообще в подходе. Вика, это не купит никто. Вот я бросила, еще раз говорю, бросила твои продукты там, и говорю, мама, скажите мне, пожалуйста, свое мнение, да? Вы бы купили, что вам нравится, что не нравится? Сначала я подумала, что я куда-то не туда бросила, потому что мне вообще никто ничего не написал. Потом я написала одну в личку, ну ты хоть посмотрела, что за реакция? Она говорит, да слушай, ну некогда. И это реальность. Я тебе говорю сейчас про себя, я же это говорю тебе не с целью того, чтобы тебя, ну мне с тобой нужно работать. У меня нету задачи тебя сейчас разбить и убить. Просто я не хочу сейчас, чтобы мы в тебя вселили надежду, в том числе и мы. Ты скажешь, ну я же к вам пришла, чтобы вы меня поддержали. Но у этого, на данный момент, у этого проекта, вот в том формате, как ты думаешь, у него нету перспектив, чтобы стать бизнесом. Он не сможет стать неокупаемым, ну никаким. Смотри, вот эта схема красивая, которая нарисована, я там увидел, ну где-то ссылочку увидел на один сервис, который, ну этот сервис, он пропагандирует всякие чат-боты, мессенджеры, ну то есть управление этими воронками. Я так понял, что этот сервис, то есть ты у них прошла то ли какой-то вебинар, то ли обучение, да, и они тебе сделали эту воронку. Я начала искать просто элементарно, где можно сделать, да, автоворонку, чтобы люди получали в правильный промежуток последовательности. Вот на этом сервисе ты ее настроила, да? Да, это как бы, это потом внедряется в этот сервис. А схема откуда вот эта нарисованная взялась? Мною, по шаблонам, которые предлагают это шаблоны. То есть они тебе дали шаблон, ты по этому шаблону. Ну примерно, да, понимание. У всех продуктов абсолютно разные, конечно, полностью шаблон неприменим, но да. Ну вот я увидел, что там есть кусочки, что из чужого шаблона это взято. То есть это взято с шаблона. Вот понимаешь, когда ты, ну ты же инфобизнесом никогда не занималась, да? Нет, конечно, нет. Инфобизнес вообще хорошая вещь, да? Ее дискредитировали, почему? Потому что, ну как бы пропагандировали эту идею, что ты можешь стать инфобизнесменом очень легко, прочитав какую-то книжку по теме, да? И тоже эксперт. И продавая эту информацию дальше. Можешь даже не читать книжку. Ну прослушать какой-то тренинг в интернете, почитать несколько статей, и ты уже крутой эксперт, да? Вот, в данном случае так не работает. Работает тогда, когда ты сам крутой эксперт. Когда ты сам крутой эксперт. И когда ты попадаешь в боль. И когда ты попадаешь в боль. Вот то, за что люди понимают, что о чем люди не просто говорят, а то, за что они хотят платить деньги. Вот я, мы занимаемся обучением, да, в том числе. У нас много тренингов. И ты знаешь, иногда создаешь настолько классные продукты, ты понимаешь, что он нужен, он нужен вообще каждому. И ты из штанов выпрыгиваешь, чтобы это донести, создать. И у тебя есть аудитория, вроде и все. И люди кивают головой, хлопают в ладоши, говорят замечательно. Но главный фактор денег, они не платят за это. Или ты создаешь продукт какой-то, его покупают 5 человек или 7. Но с такой болью. И они говорят, да, замечательно, очень классно, мне помог. Но ты же не можешь на этом построить бизнес, понимаешь? Человек, который никогда не делал инфобизнес, ему кажется, что вот эта схема, это просто бомба. Это и есть инфобизнес. Да, я вот это вот настрою. Вот человек получил сообщение, там он открыл, он получает одно сообщение. Те, кто не открыл, получают другое. Те, кто там что-то сделал, пришел по ссылке, мы их запускаем по другому пути. И он все равно купит. Да. Умри или купи. Он все равно, мы его догоним до этого вебинара. Нет, это просто техническая часть. Я не говорю, что если ее настроить, то сразу же все пойдет. Я так не думаю, подав. Вот да. Очень много нюансов. Вот техническая часть, это вот, ну, это, скажем так, это чисто техническая часть, да? То есть это просто инструмент. Если ты на нем не умеешь играть, это бесполезно. Знаешь, я сегодня даже посмотрела комментарии, ну, мне было интересно, что люди напишут в общем, в целом. Потому что всегда какая-то интересная такая история, что масса как-то, вот, которая пишет комментарии, вот это, да, из этой массы, есть такой очень всегда посыл. Кому-то негатив, кому-то позитив, кто-то во что-то верит, кто-то нет. Но я поняла тоже точно так же, что люди, в принципе, точно так же думают о продукте, как и я. При том, что я, учти, я не человек совсем со стороны, я из темы. Я мама, как раз я твоя целевая аудитория. И плюс гуру инфобизнеса. И плюс гуру инфобизнеса. Я много заработала в этом денег. Я соображаю в этом. Я работала в те времена, в эти времена, в разные, понимаешь? Я очень неплохо в этом соображаю. И я не хочу сейчас, чтобы мы запустили тебя в эти иллюзии. Я вижу, сколько сил ты тратишь на это. Я вижу, ты мне очень импонируешь, понимаешь? Ты молодая, классная, обалденная барышня. И ты потрясающий сама по себе продукт. Тебя можно слепить и сделать из тебя потрясающий бренд. И, возможно, через 5, 7, 10 лет, через год, я не знаю, когда, ты вот эту свою идею как-то... Она найдется у тебя. Она найдется. Сейчас ты эти вот придумала. Сейчас ты просто придумала, да? А потом они из жизни возьмутся как-то. Что-то однозначно родится. И я бы очень сильно хотела видеть тебя и таких, как ты, в реальной гимнастике. Потому что у нас в реальной гимнастике, не там, где нам пяточки не могут поставить, вообще в реальной гимнастике у нас огромные проблемы. И очень хочется, чтобы вот этот пласт молодой, классный, со своим подходом, и хочется, чтобы этот подход еще сработал. Потому что тоже, да, знаешь, есть момент того, как мы себе представляем, я от цветов думала, что они не делают маленькие букетики, уроды? Делают все эти огромные ветки. Мы сейчас тут в вяночке. Понимаешь, вот есть какие-то вещи, которые не просто так не происходят. Слушай, ну я вот смотрю на выражение лица Вики, мне кажется, она все равно не согласна. Ну, я пока... Я считаю так, не попробуешь, не поймешь. Мы не знаем действительно мнение всех. Я понимаю тебя, да. Нет готового еще... Но мы не готовы это пробовать, потому что мы знаем, чем это закончится. То есть мы просто... И у нас есть опыт в этом, да? Мы не будем это пробовать, прости, мы не будем в этом участвовать. Ты можешь это пробовать без нас. Мы можем с тобой делать другой проект, который мы считаем, что он будет востребован, да, он будет коммерчески успешным, он будет нужен людям. Мы тебе предлагаем, смотри, что. Если ты считаешь, что ты все-таки для детей что-то можешь сделать, для детской художественной гимнастики, ты можешь для начала сделать какой-то сайт или YouTube-канал, на котором ты будешь все, о чем ты сейчас рассказывала, все вот эти боли людям решать. Пока бесплатно. Попробуй. И посмотри, будет ли это ими востребовано. Ты не переживай, что, допустим, эта информация, вот потом тебе нечего будет продавать, что ты уже все бесплатно расскажешь. Чем больше ты бесплатно расскажешь, тем больше у тебя потом появится идей, что как это упаковать в систему какую-то. Как правило, люди не зреют. Вот этот вот есть цикл, который мы придумали, ну, движение человека по воронке, да, мы его придумали. И считаем, что он должен по этой воронке так пройти, и какие-то действия сделать. На самом деле у каждого человека своя ситуация, ну, жизненная в данный момент. И он к этому может прийти через год, через два, там, через полгода. А не сейчас, как ты его там хочешь пропихнуть, там, за три дня по этой воронке и монетизировать. Вот. Для того, чтобы действительно хорошо сегодня работать в этой сфере, нужно аудиторию растить. Вот начни ее просто растить. Создай свой YouTube-канал для девочек, для гимнасток. И вот на нем вот эти актуальные темы просто выкладывай и посмотри, будет ли это кому-то интересно, будет ли люди на него реагировать, будут ли они под это подписываться, собираться. А когда они начнут собираться, ты увидишь, на какие темы они лучше реагируют, о чем они пишут там комментарии. Ты будешь понимать их более. Будешь смотреть, кто тебя смотрит, мамы или девочки вообще смотрят ли. То есть, понимаешь, это такое... Самое ценное, вот мы, например, когда начали делать даже не бизнес-шоу, вот до этого момента, да, в промежутке там от моих видео в машине до бизнес-шоу, я просто с аудиторией, были такие видео, где я разговаривала и говорила, вот у меня какие-то есть идеи, напишите, расскажите. Вот я вам вот это показала, мне это не нравится. И люди сами меня навели на тот продукт, который им нужен. И потом, да, мы сначала ничего не монетизировали, потом начали это, естественно, монетизировать, потому что нужно больше средств, хочется лучше снимать и так далее. То есть, хочется какие-то другие вещи. Но самое ценное, что у нас есть, это наша аудитория, и именно она сегодня должна диктовать, что она хочет, а не наоборот. И тогда у нас есть шансы сделать этот продукт гораздо более правильным, зарабатывать, естественно, на этом деньги, вот, и самим понять, потому что часто бывает, что тебе кажется, что ты хочешь так, а потом понимаешь, что ты вот не хочешь. Если бы я тебе сейчас за полгода описала всю свою кучу идей, вот, да, пока мы это бизнес-шоу наше, там, создавали и строили, и какая часть из них сейчас, мне кажется, абсурдной, просто там, помнишь, как я тебя задалбливала этими ватманами, мы будем рисовать обои. Ну, то есть, каждый раз, когда ты находишься в моменте времени, тебе кажется, что это класс, вот, ты молодец, ты умеешь гореть идеей, вот, я вижу, что тебе это нравится. Но, опять-таки, ты пришла к нам за опытом, и мы не можем с тобой сейчас соглашаться, и если мы видим, что твоя постановка, прости, с ней нельзя идти на международные соревнования, то просто стоять и говорить, ладно, Вика, я тебя подбодрю, и буду твоим тренером, а ты вот это вот танцуй, ну, так не делается. Поэтому мы тебе это сейчас объясняем, поэтому это очень важно. Это как бы первая часть, да, которую Сергей видит. Да, Вик, смотри, что происходит, ты очень, у тебя есть очень хорошее качество, да, хорошее качество, это, ну, уверенность в себе, это, как это называется, ну, когда человек готов идти до конца, да, то есть такая вот одержимость очень хорошая, это классно. Просто есть, понимаешь, есть как бы правильный путь, есть неправильный путь. Вот, одержимый идти по неправильному пути, ну, то есть биться в стенку головой, да, ну, это тупо, пойми. Вот ты, если, ты же пришла к нам, ну, ты могла в свой опыт сама получить. Ты пришла к нам, говоришь, помогите, ну, да, хочу это сделать с опытными людьми. Ты пойми, вот смотри, когда я бываю на соревнованиях по художественной гимнастике, присутствую, или на тренировке, где, мне кажется, что весь мир занимается художественной гимнастикой. Такое ощущение, что все вокруг просто, вот, да, но когда я бы хожу на улицу, в другой мир, да, я нигде не вижу гимнасток. Вот, на самом деле, как бы, художественная гимнастика – это очень узкая тема, поверь. Вот, во-первых. Во-вторых, среди тех людей, которые занимаются гимнастикой, вот то, что ты предлагаешь, поверь, ну, там хорошо, если один процент их заинтересует хоть как-то то, что ты их предлагаешь, потому что у всех есть тренеры, у всех есть наставники, да, подруги и так далее, и у них нет времени вообще ничем. Они в лучшем случае посмотрят по… У нас Алиса смотрит, как выступают другие гимнастки просто. Ну, или до мастер-класса. Да, на мастер-классы – это гимнасток и так далее. То есть она их смотрит. Вот. Мы… Вот сегодня мы не знаем, да, как. У нас нет идей, как вот это сделать коммерчески успешно. Если бы были, мы бы тебе сказали, вот нет. Вот именно на ту целевую аудиторию, на мам гимнасток, на этих маленьких гимнасток. Нет у нас сегодня… Ну, мы уверены, что сегодня мы пока не нащупали эту дорогу. То, что ты предлагаешь, однозначно не будет работать. Возможно, это можно нащупать, но мы тебе предлагаем вот такой путь. Создать для них такую платформу, да, где они могли бы общаться, посмотреть твои видео. То есть это может быть сайт с блогом, может быть YouTube-канал, может быть какая-то группа в социальной сети. Была, кстати, была очень классная, ну, это даже не задумка, это уже перешло прям вот в обсуждение. Хочет Ириша Блохина, дочка Ирины Ивановны Дерюгиной, чтобы я вела YouTube-канал, ну, была его лицом, о художной гимнастике именно сборной Украины за кулисье. То есть как происходят постановки, подбор музык, как все вот эта драма подготовки, чем живут гимнастки, интервью, прям вот, прям, ну, но это фулл-тайм занятость, я это понимаю прекрасно. И я это отложила как бы как на второй план, потому что, ну, все-таки первичное нужно что-то сделать вот свое, а это уже как на второй план. Ну, не знаю, мне тоже кажется сейчас, что это рано именно вот этим заниматься, прям постоянно YouTube, YouTube, YouTube. Ну, потому что, чтобы хорошо вести YouTube, это, ну, это много времени, и тоже немало вложений. В любом случае все стоит времени, но те видео, о которых мы тебе говорим, они тебе не стоят, будут вложений, они, ты их можешь сама спокойно снимать, заливать, делать, это вообще не проблема, тем более, если тебе это нравится, ты можешь записывать интервью, не делать это, просто брать с телефоном, приходить, делать какие-то вещи, этот контент, он гораздо более ценный. Смотри, я продолжу все-таки. Мы думали, я не буду сейчас говорить, да, о том, как я вижу тебя сейчас, как бы я тебя сейчас упаковала, сделала, и это однозначно бы имело успех. И затем, опять-таки, когда наше имя становится более известным, когда мы работаем над личным брендом в определенном сегменте, мы можем затем очень неплохо делать остальные вещи, потому что у нас уже есть аудитория. Чем бы мы ни занимались, аудитория уже у нас есть, тем более, если мы не очень меняем сегменты прям каким-то образом кардинально. Если ты очень сильно хочешь продолжать делать то, что ты делаешь, мы максимум, что можем тебе предложить, это снимать это, показывать это, но не то, что не нести за это ответственность, а не быть твоими наставниками именно по бизнесу, потому что мы будем наблюдать за тем, как тонет Титаник. И мало того, мы даже, скорее всего, это не увидим, потому что в этом процессе, в каком-то периоде времени, это все равно быстро не запустится. То есть мы даже быстро не сможем отследить результат. А сделать проект гораздо более интересным с результатами и с тем, чтобы мы увидели, было и стало, мне, например, было бы куда интереснее сегодня. Вот, поэтому твоя сегодня задача подумать об этом внимательно, подумать о том, что мы сказали, вот, не знаю, переспать или переесть с этим. И тебе никто не говорит отказываться от твоей мечты, да, тебе говорят о том, что только мы тебе говорим о том, что мы тебе рекомендуем несколько другой путь избрать. Потому что по такому быстрому, ну, все равно это не приведет. Это даже к доктору не ходи. Просто, знаешь, нам уже очень сильно надоело, что мы, вот, как Сергей вначале сказал, ведемся на это, да, а потом сидим с ним вдвоем дома и говорим, блин, нахрена мы вот это вот, ну, ты же знаешь, что будет, и я знаю, а чем вот дебилы такие? Почему мы им это не говорим? Не, ну, мы говорим, мы же говорим, но человек говорит. А почему мы не настаиваем? Мне жалко твоего времени, мне жалко твоих денег, понимаешь? Мне жалко того, что мы снимаем, люди смотрят и говорят, а что у них происходит? Знаешь, такая интересная просто вещь для примера. Мы хотим результата. Я сегодня была утром на тренировке по стрейчингу, и два года я почти занимаюсь, и я села на правый шпагат, как-то дотянула до левого шпагата, у меня туго с ножками совсем было, а с поперечкой совсем плохо. Мой тренер в самом начале, она мне говорит, Тольчик, у тебя не на месте суставы тазобедренные, у тебя одна нога короче, другая длиннее. Посмотри, ты когда в поперечку раздвигаешься, у тебя одно колено вверх торчит, а второе сбоку, и у тебя колено все время болит. Тебе нужно поставить на место суставы. И она мне это говорила вот почти два года. И две недели назад я была у нее на тренировке, и она мне говорит, ну, ты, может быть, поставишь уже на место эти суставы? Она мне дала телефон остеопата два года назад. Я говорю, Анечка, ну, мне некогда, у меня вообще просто говорю. Она говорит, ну, ты же находишь время на все, что тебе нужно. Я взяла телефон и в Вайбере написала тут же в зале этому Сергею, Сергей, можно я к вам запишусь? Он меня записал на вечер. И я пришла, он меня так, ну, я легла, он меня так потрогал, 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 там что-то руками поразводил, вообще мне ничего больно не было. А потом мне взял там ноги так и говорит, а сдавите тут, сдавите тут. И я такая, ааа! Вот, он говорит, ну все, у вас суставы встали на место. И вот я сегодня на тренировку пришла, начинаю садиться на поперечку, у меня правильно выдвигаются ножки, все стоит, ни колени не болят, ничего не выкручено. Я ей говорю, а почему ты меня два года допускала к тренировкам? Ну, почему ты мне не сказала жестко, что я не буду с тобой тренироваться? Я два года мучилась, страдала со страшной, меня болело очень сильно все, я не могла сделать. И тут, понимаешь, мало того, что я на полметра провалилась, так у меня еще все на месте. Я ей говорю, вот ты плохой тренер, потому что хороший тренер должен был выставить меня из зала и сказать, пока ты не сделаешь свои суставы, я тебя, сучка, тренировать не буду. Вот я не хочу быть плохим тренером. Ну, более долгий путь, он не всегда менее результативный или неправильный, я, в принципе, понимаю, о чем вы говорите. Надо переспать эти мысли все равно. Я очень хочу, чтобы ты переспала, чтобы ты поняла, что мы это делаем не потому, что нам не нравится твоя идея, мне она очень нравится как идея. Но мы это делаем, потому что мы имеем опыт в бизнесе, потому что мне бы очень хотелось, ты, так грубо звучит, ну, называем вещи своими именами, это шикарный материал для того, чтобы сделать классный бренд, для того, чтобы помочь тебе сделать имя, очень правильное позиционирование, уникальное, классное. У меня даже есть по этому поводу идеи. Когда ты становишься брендом, ты можешь себе позволить делать все, что угодно. И это очень круто. И ты достойна того, чтобы зарабатывать деньги, ты достойна того, чтобы быть лицом, ты достойна того, чтобы тебя знало огромное количество людей, и подумай о том, что, возможно, лазейка для того, чтобы тебя узнало гораздо большее количество людей, куда круче, чтобы в результате сделать то, что ты хочешь, и иметь гораздо больший охват, а не ходить и каждому не доказывать, кто ты, что ты, да это на самом деле важно, да это вашему ребенку нужно, да это поможет. Понимаешь, к сожалению, мы приходим к тому, что нам поможет только тогда, когда вот мы к этому приходим, когда мы понимаем, что у нас нет шансов, и тогда мы к этому приходим. Когда нам объясняют, рассказывают, ну, ты сама знаешь, у нас так это почему-то не работает у людей. У нас уже, когда нога отваливается, тогда мы уже понимаем, что нужна помощь. А когда она просто чуть-чуть ее можно было починить, не-не-не. Ну да, или когда уже у ребенка совсем какой-то сдвиг, если говорить про гимнастику, там вдруг резко отпадает желание, он хочет бросить, тогда уже мамы мне пишут. Чем сегодня известнее имя твое будет, неважно каким путем, тем больше ты сможешь помогать, подумай об этом, тем больше ты сможешь помогать другим девочкам, гимнастам, ты будешь слышнее, ты станешь громче. Понимаешь? Потому что вот этот момент, он крайне важен. И это, собственно, тоже то, почему я очень сильно уперлась в YouTube. Потому что мне очень нравится переключать мозг людей. Но я понимаю, что я могу это делать в Инстаграме, еще где-то, но YouTube для меня это сейчас моя глобальная цель, для того, чтобы меня просто услышало большее количество людей. И именно поэтому я сейчас не начинаю делать с тобой успешный суперкейс, чтобы показать, что мы можем сделать классный суперкейс на любой теме, хайпануть на этом. Нифига, ребята, инфобизнес – это страшная, тяжелая история. И вы должны из себя, а, что-то представлять, и, б, мы должны попадать в боль. Боль, за которую люди готовы платить. Вот это ключевое. Если люди не готовы за это платить, то хоть, блин, убейся, понимаешь, это будет очень тяжело сделать. Боль может быть, да, но за нее платить не готовы. Не за каждую боль готовы люди платить деньги. Понимаешь? Половина страшных женщин ходят, и куча салонов красоты, которые готовы сделать их красивыми. Понимаешь? Но они все равно не готовы. Но это же деньги, это же можно потратить на что-то более важное. И помимо, ну, помимо логики, помимо всей логики, которую я тебе рассказал по пунктам, у нас, ну, мы уже 9 лет продаем через интернет, ну, различные обучения. У нас выработалась очень сильная интуиция. Ну, из-за опыта, да. Интуиция тоже нам говорит нет. Вот логика говорит нет, интуиция. Иногда, знаешь, иногда логика и интуиция расходятся. Тут однозначно нет. Поверь, просто нет. Нет, ну, пока я правильно вас поняла. То есть зайти на другой стороны. Вот сейчас, вот, да. То, что полностью отказаться от, как бы, такой миссии, это... Нет, мы же тебе говорим, да, отказываться, ты очень, ну, мне импонируешь тем, что ты, ну, как бы, у тебя есть глобальная мечта, и ты ее хочешь. Мы тебе не говорим отказаться от миссии. Мы тебе говорим сейчас отказаться от этого, как от продукта продажи, вот в таком формате сейчас. Миссия шикарна. И то, что у тебя эта миссия есть, это вообще офигенно. Ты всегда этим будешь гораздо ценнее, понимаешь? И однозначно тебе сейчас 22. Ты не гимнастка, которой 98 лет, она умирает, и она что-то последно-последок хочет сделать. У тебя огромное... У нас с тобой 13 лет разница. Я когда в этом подумала, аж ужаснулась. На 13 лет тебя старше. А я на 14. У тебя, у тебя все, все впереди есть, все возможности, но это надо делать, понимаешь, не когда-то потом, но тогда ты сама почувствуешь. Ты в этот момент скажешь, ребята, все, я могу, я могу, и ты поймешь, как это лучше сделать. Потому что за счет того, что это настолько миссия, а не бизнес-проект, мы не можем это так прочувствовать. Ты сама это будешь чувствовать, видеть, смотреть. Твоя задача собрать большое количество женской аудитории, в частности, мам, женщин, на себя, которые будут тебя узнавать. А затем нести свою миссию уже, нести ее. И, возможно, я бы подумала даже о живых таких штуках, как в способе продажи. Это мастер-классы какие-то, возможно, лекционные, разные, на различных соревнованиях, да, какие-то делать. Все есть эти вещи в школах, блоки. То есть образовывать изначально через живые выступления. Это куда будет эффективнее, чем через интернет. Через живые выступления. Это тоже очень хороший момент. Понимаешь? То есть изначально всеми возможными способами завладеть вниманием. Чтобы тебя большее количество людей услышало. И мамы начали об этом задумываться. Потому что мы не можем продавать боль, поскольку она мамам не ясна. Боль надо расковырять. Понимаешь? Изначально нужно расковырять боль. Когда что-то продается такое, вот нужно заставить понять человека, что это болит. То есть нести с собой сначала вообще эту идею об этой боли, а потом прийти, куда-то я могу ее решить. Знаешь, я всегда ставлю этот пример классный про очистительные системы за 3,5 тысяч долларов, которые мы с Сергеем однажды месяц продавали. В самом начале пути. И сами потом даже купили, даже себе продали. Мы продавали, когда мы искали, это было самое начало, вообще опыт наших продаж. Потому что мы искали вообще, как продавать что-то можно. И нам был интересен формат обучения. А там был момент обучения. И вот представь себе, что 3,5 тысячи долларов стоит, они называют это не пылесосы, а очистительная система. Там есть разные стадии. Первая стадия, все происходит путем личных презентаций дома. То есть они назначают, есть колл-центр, они назначают, где будет сегодня эта презентация. Обязательные условия, что все участники семьи, члены семьи должны быть. И чтобы ты понимала, 3,5 тысячи долларов, как правило, презентации проходят где-то на массивах, очень часто в общежитиях. И там это покупают. Это первый момент, который был для нас просто шоком. Значит, представь себе, что мы приезжаем, и первое, что люди просят делать, это принести их пылесос. Они приносят свой пылесос, и им начинают там убирать все. Убирать и показывать, сколько грязи, как у них все. То есть, смотри, человеку говорит, мы предлагаем их пылесосам, например, пропылесосить коврик какой-то. И потом этим. Да, да. И потом ты эти делаешь и показываешь, сколько грязи. И ты достаешь оттуда килограмм грязи из этого коврика. И таким образом ты говоришь, что ваш пылесос вообще никуда не годится. Ну, вы сами это видите. Эта стадия презентации называется убийство пылесоса. То есть, для начала, чтобы начать продавать свой, нужно убить тот пылесос. Мы должны показать, что проблема есть. Вам кажется, что у вас чисто? Нифига. У вас абсолютно грязно. В результате человек спокойно жил со своим пылесосом. И у него было все замечательно. Но когда он увидел, в какой грязи он живет, что он может из-за этого болеть, что его дети могут из-за этого болеть, что все везде это собирается. Вот тут он на клещах спит. Он понимает, что ему срочно нужен этот пылесос. И тема вся эта очень сильно подогревается, и люди покупают. Им даются там рассрочки какие-то и так далее, и так далее. Но сам факт того, что проблема изначально должна быть ясна и раздута. Ну, это не говорит о том, что это обман. Это не обман. Так и есть. Просто мы об этом не задумываемся. Ну, мы живем, ну и ради бога. Мы потом с Сергеем тоже купили себе этот пылесос. У нас им убирает, правда, наша работница. Но, то есть мы поняли, насколько это важно. Так вот, момент вскрытия этой проблемы и донести до того, что, ребята, а вы можете помочь своему ребенку? Да, это вот так может быть, и так может быть. И тут как раз момент, понимаешь, все-таки прежде всего важен физиологический. Потому что, когда я начала думать там о прическах, да, о макияже, мне очень не хочется, чтобы ты превратилась в девочку-визажистку, знаешь, которая... Да, я приглашаю визажиста. Ну, понимаешь, уровень обучения визажа, ну, все равно уровень в художественной гимнастике, да, сам момент, все равно уровень понимания. Одно дело суставы, элементы и так далее, другое дело визаж, прическа. Ну, конечно, это есть и то, и то. Да, но, понимаешь, вот хочется, чтобы ты доносила все-таки главные вещи. Ну, есть что-то главнее гульки. В конце концов, то есть их гульки, все выходят и все переживают это. То есть есть миссия и есть то, что монетизируется. Вот, в одном оно пока не идет никак, да. Вот просто речь об этом, да, миссию никто что-то не заставляет бросать. Ну, неси ее дальше. Начинай сей, засевать, засевать свое поле. Мы, собственно, постоянно из-за этого быстро что-то и взращиваем, потому что мы всегда сеем и всегда свое поле удобряем. Всегда со своими подписчиками. Вот у меня по 8, по 9 лет люди, которые с нами живут. Поэтому мы что-то бросаем, там, какие-то новые идеи, и они подхватываются, потому что есть кем. А если бы мы начинали с нуля сейчас, то это бы все занимало совершенно другие сроки. И то непросто. И то непросто. Поэтому мы предлагаем тебе подумать над тем, какая у нас будет дальнейшая стратегия. Давай ты нам просто позвонишь, напишешь, скажешь об этом, чтобы мы понимали, что нам делать на следующую съемку, с кем нам встречаться, где нам встречаться, как встречаться, что будет происходить. В любом случае, любое твое мнение мы уважаем, но мы тебе сказали свое, потому что мы хотим быть честными. Что ж, быстрый путь, он все-таки не всегда самый правильный. Спасибо Оле и Сереже большое за то, что они неравнодушны. Я вижу действительно, что они мне хотят помочь. И глупо не прислушаться к людям, у которых намного больше опыта. В общем, буду думать, очень сегодня такой день, что все с ног на голову. Ни в коем случае от своей цели и миссии глобальной не отказываюсь. Просто, может быть, будет другой подход. Все, спасибо. Мы решили снять конец этого выпуска, потому что, когда мы его уже сняли, и вы видели, о чем мы договорились с Викторией, и она ушла. Через несколько часов она прислала нам сообщение, очень неожиданное. Расскажи. Ну, на самом деле, она написала о том, что она все-таки пришла в этот проект для того, чтобы реализовать вот конкретный этот бизнес-проект, эту цель. И она хочет или его реализовать, или уйти из проекта. И, честно говоря, для меня это не было неожиданностью, потому что, когда Вика уходила, она уходила в очень хорошем настроении. Но я прекрасно понимаю, что, когда рядом есть мужчина, наверняка, который влияет, и когда есть какие-то там отношения из своей внутренней истории, то, безусловно, я не один год работала с клиентами. Я знаю, как меняется человек в момент, когда его, ну, кто-то с другой стороны, он здесь не был, он ему что-то говорит, я не знаю, там, не буду говорить. Поэтому, Вика, обязательно этот выпуск покажи этому человеку тоже. Мы, честно говоря, как бы с Сергеем обсуждали эту тему, много думали о том, не то чтобы как быть дальше, а по поводу того, как донести свою позицию. И ситуация выглядит следующим образом. Мы очень уважаем, как мы понимаем, ту миссию, которую ты, Вика, возложила на себя. Тебе, как художественной гимнастке, как человеку, который большую часть своей жизни отдал этому виду спорта прекрасному, очень сегодня хочется каким-то образом, ну, наверное, запомниться и сделать свой вклад, сделать свой вклад в жизни девочек, потому что действительно очень много есть моментов, ну, как бы, как кажется со стороны гимнастки, несправедливых, да, и так далее, и так далее. И я тебя в этом очень хорошо понимаю. Но мы занимаемся бизнесом. И, например, очень много великих людей, тогда, когда они получают свое величие, будь это бизнес, шоу-бизнес, огромное количество примеров, когда люди получают аудиторию, они имеют возможность работать над теми проектами, которые просит их душа, да. Взять топ-моделей, Наталью Водянову, взять нашу супер Машу Ефросинину, взять там Рината Ахметова. Огромное количество людей, которые создают фонды, которые, благодаря тому, что они услышаны, большим количеством людей имеют возможность влиять. Миссия, по нашему четкому убеждению, не продается через воронки продаж. И если мы будем сегодня через воронку продаж настраивать и объяснять людям, что то, что ты хочешь сделать, это важно, мы не сможем этого сделать. Изменять сознание людей, культуру, художественной гимнастики, принципы и многие вещи, мы не можем сделать через воронку продаж. Ну, это глупо будет, если мы будем стоять рядом и об этом говорить. Для того, чтобы нам понять было все это, нам нужно было пожить твоим проектом. Потому что к нам каждый день приходит огромное количество анкет. И если мы будем до момента принятия человека решения, что он работает с нами, как бы разбирать каждый проект, то нам просто будет нечем заняться. Еще, Вик, хотел сказать тебе, что ты пришла к нам уже совсем готова. Мы даже, когда мы снимали выпуск, ты сказала, что ты уже снимаешь материал какой-то, делаешь. У тебя настроенная воронка продаж, настроенная реклама. Ну, не делай этого, пожалуйста, до того, как мы… Это обращение ко всем. Это ко всем, в принципе, да. Зачем ты тогда к нам пришла, если ты уже все сделала? Ты все сделала и говоришь, сделайте так, чтобы это работало. Но мы не можем сделать так, чтобы это работало. Ну, ты уже все сделала, по сути. Это работает по-другому. И мы предложили Вике, ну, начали предлагать, потому что всего проекта я не озвучивала, потому что, естественно, мы думали над этим. Все-таки пойти тем путем, который и вы в том числе поддерживаете. Более массовым путем и завоевать изначально аудиторию девушек, мам. Стать человеком, который может быть услышан. Вика очень красивая, вика статная. У Вики достаточно для нас, для такой аудитории, как мы с вами, девочки, достаточно веса, чтобы мы поверили ей, что она может сделать нас гибкими, что она может научить нас садиться на шикарные шпагаты, делать элементы красивые, мостики. Неважно, можно УТП наделать очень много. И у меня уже родилось очень много вариантов. И когда в этом плане развиться, а даже в этом плане будет не так просто получить свою аудиторию и начать это все монетизировать, но это гораздо все равно легче в данном случае, чем работать на такую аудиторию. Но это невыдуманная потребность, да? Эта потребность существует? Да. В данном случае нам не нужно доказывать людям, что у них эта потребность есть, проблема. Потому что когда мы начали, я начала общаться с мамами гимнастическими, они улыбнулись. Они просто улыбнулись и сказали, о чем ты говоришь? Когда твоей дочери смотреть на эти вещи? Оля, ну перестань, тут голова разрывается, а нам еще дома с детьми заниматься, или дети будут смотреть наше видео, ну дети в зале дохнут. Ну извините, пожалуйста. Ну ты сама вспомни, ты нам рассказывала о том, что это целыми днями была в зале, проводила в зале. Тебе даже было некогда в школу ходить. Какие видео еще смотреть? То есть это правильно воспитывать в людях, что необходимо это и самостоятельная работа, и вообще воспитывать сознание. Но повторимся, мы предложили Вике другой путь, и считаем, что на сегодняшний день гораздо правильнее будет пойти через это, тем более всего 22 года, за пару лет наработать свою аудиторию, параллельно сделать те шаги, которые мы говорили, начать привлекать аудиторию, говорить об этом на своем YouTube-канале, или на каком-то другом ресурсе. И затем вернуться к этой истории, но вернуться тогда, когда звук и голос Виктории станет значительно выше, когда будет ее громче, вернее, когда ее будут слышать большее количество людей. Потому что продавать сегодня эту идею, повторимся через воронку продаж, ну, друзья, это абсурдно, и можно доказывать что угодно, можно быть упертой, но мы не можем стоять рядом, потому что мы не понимаем, ну, мы понимаем, какой будет результат, и мы не понимаем, что нам делать. Смотреть и кивать головой – это не есть правильно. Когда вы приходите к коучу, к наставникам, а мы выступаем именно в этой роли, для того, чтобы наш симбиоз состоялся, необходимо слушать, что мы говорим, иначе мы не видим смысла в том, что вы приходите. Вот и все. И поэтому на сегодняшний день мы не до конца понимаем, что нам делать в этой ситуации, потому что мы работаем, потому что мы живем этим, и мы бы очень хотели, чтобы все-таки Вика это осознала, ты это осознала и поняла, не в том, что ты не права в чем-то глобальном. Глобально ты очень права, но в том, что путь должен быть несколько иным. Вот и все. Вот и все. Для того, чтобы достичь этой цели. Тебе есть что добавить? Ну, я хочу еще, чтобы услышал тот твой близкий человек, с кем ты это обсуждаешь. Вместе это посмотрели, вместе подумали и приняли решение. И сообщили нам об этом. Ну, и я думаю, что зрители тоже, хочу, чтобы мнение зрителей услышать об этом. Как думаете? Ну, я думаю, да, поскольку все-таки наше шоу является общественным, и мы все-таки к этому прислушиваемся, и мы не можем к вам не прислушиваться, потому что вы являетесь теми людьми, которые в результате покупают, которые принимают решения своими деньгами. То есть вы как такая фокус-группа, потому что среди вас есть и мамы, и гимнастки, и кто угодно. Очень разные люди, и поэтому ваше мнение всегда ценно. И самое дурацкое, что мы можем делать, это закрывать глаза, пренебрегать, и думать, что эти все дураки, а я найду каких-то других. Я очень уважаю всех, кто нас смотрит, я считаю, что вы классные. И почитав ваши комментарии, в том числе уже после выпуска с Викой, я увидела, что у нас наше мнение очень схожее. И это не зря. Не зря проводятся различные социальные опросы, не зря есть группы экзотфолов, которые могут с вероятностью 1-2%, что меня всегда поражало, назвать, кто у нас победит на выборах. Мы можем в это верить или не верить, но люди – это те, кто определяют. Поэтому мы просим тебя послушать это и все-таки принять нашу стратегию, потому что ты сама убедишься, что эта стратегия будет рабочая. А твою миссию, если ты таковой ее считаешь, это прекрасно, что она у тебя есть, ты можешь нести, просто дать время для того, чтобы тебя услышало большее количество людей, ты могла повлиять на судьбы большего количества гимнасток по-настоящему. Потому что, поверь мне, воронка продаж этого не сделает. Вот тут я вообще могу… Еще раз, Оля, на слова. Миссию через воронку продаж не продаж. Ну, увы и ах. Мне бы очень хотелось, чтобы они были действенными. Запомните это все. Всегда ищите наиболее широкие и громкие рупоры изначально, для того, чтобы потом, когда у вас появляется аудитория, вы могли доносить свои идеи. Не зря лидеры мнений на сегодня, обладающие большими аудиториями в своих сферах, являются самыми дорогостоящими, самыми эффективными. Все бренды сейчас дерутся за лидеров мнений. Кстати, из последней информации, просто чтобы вам было интересно, блогеры, обладающие большой аудиторией, качественные блогеры, говорят, что рекламодатели посылают на три буквы и сами указывают крупнейшим брендам, как они будут давать их рекламу, будут ли они ее давать, когда они ее будут. И бренды молчат для того, чтобы все-таки выстоять очередь и попасть к блогеру. Настолько на сегодняшний день мнение людей, которые взаимодействуют с аудиторией, имеют ее доверие, настолько оно сегодня важно. Телевизор и прочие вот эти обещания и борды ушли куда-то. Сегодня слышат тех, кто все время общается со своей аудиторией. И у тебя, Викуля, есть все абсолютно для того, чтобы завоевать свою аудиторию, быть услышанной, и в результате не только заработать денег, но и действительно свою миссию донести до людей, тем более, что для тебя это так важно. Я очень верю в то, что ты мудрая девушка, и несмотря на свой юный возраст, несмотря на свое такое качество сопротивления, упорства, вызова, ты все-таки сможешь направить это в правильное русло, и этот вызов сделаешь там, где он действительно сможет дать результат. Потому что в противном случае эта идея где-то сдохнет, мы можем в это верить, не верить. Я не собираюсь спорить, но мне очень хочется, чтобы она дожила, потому что я тоже в нее верю. И давай уже перестанем направлять усилия друг на друга, а станем рядом и направим их на то, чтобы сделать твой бизнес классным. Потому что мы в этом заинтересованы, и именно поэтому мы так сражаемся. Еще не меньше, чем ты. Если бы нам было все равно, мы бы отсняли с тобой твои выпуски и послали бы тебя куда подальше. Но нам не все равно, поэтому мы будем драться с тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok